В годы Великой Отечественной из деревни Кольцовка Вурнарского района ушли на фронт 118 человек, а вернулись единицы. Среди них Иван Киселев, самый старший по возрасту и единственный участник Великой Отечественной войны из ныне живущих. Давайте познакомимся с ним поближе. Он пошел на фронт добровольцем, не дождавшись даже 18-летия. Старший сержант 10-й армии 22-й дивизии 2-го стрелкового полка. В годы Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях при освобождении городов Смоленск, Ельня, Орша и Рига. Самый яркий запомнил на трусах, подвесной мост был. Вот туда подошли, командир батареи Афедюшкин, старый, ему 50 лет было. Ну, согласия не дал по мосту по этому ехать. Он меня теперь, Иван, садись. Я сел, я колхозник. И вот по этому подвесной мосту провез орудие туда, на передовую линию. Много таких случаях было. У Ивана Ефремовича множество наград. На вопрос, какая самая дорогая, отвечает орден. А точнее, два ордена. Красной звезды. День Победы он встретил в Латвии. Ночью в 12 часов. Все орудий, сколько есть, на передовой. Все с залопом стреляли. После войны бравый солдат вернулся в родную деревню. До выхода на пенсию работал механизатором в колхозе имени Ленина. В 1982 году получил звание заслуженный механизатор сельского хозяйства. И сейчас свои 93 Иван Ефремович держится молодцом. Интересуется последними новостями, любит читать газеты. А выходной ждет детей и внуков. У него три сына, пять внуков и шесть правнуков. Местные жители гордятся своим ветераном. Да и школьники не забывают героя. Частенько заглядывают в гости, чтобы услышать из первых уст истории о войне и подвигах советских солдат. Сегодня мы пришли не просто так, а с небольшим подарком. Эту икону мы сделали всем классам. С любовью и с уважением к вам. Пусть она оберегает вас и защищает. Дорогой наш ветеран, спасибо вам за все. Храни вас Бог на многое лето. Татьяна Раевская, Расиль Мухаммедов, Республика.